Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире передача Мир Дэнди. Я очень рад приветствовать вас в это весеннее воскресное утро. И будьте уверены, вы не зря включили свои телевизоры. И если вы останетесь с нами на ближайшие 18 минут, то вы узнаете очень много чего интересного. Итак, окунемся же с головой в мир виртуальной реальности. Начинаем мы нашу передачу с приставки Дэнди. Сейчас вы узнаете о совершенно не мирной бродилке. И называется она Mighty Final Fight 3. Так что надевайте свои кассеты и идите разбираться на улицу с плохими парнями. Очередные разборки героев компании Capcom. Действительно, у кого же лучше всего получаются двухмерные драки, так это Capcom. Да и не только драки. Но на этот раз все-таки я рассказываю не о Resident Evil, а о финальной разборке. Материк захвачен зловещим киборгом, который нанял множество слуг, расположив каждого во всех уголках страны. Но, конечно же, как всегда нашлось три смельчака, решившие побить всю мафию, а заодно и главаря. И вот Хаггар, Коди и Гай уже в пути, а он начинается с города Слума. Кроме него есть и еще четыре очень длинных и сложных уровня. В конце каждого сидит босс, зловещая посмеиваясь. Но это ненадолго. Потом босс возьмет веник и будет собирать все свои 32 зуба, если вы отдалите хоть одного из них. У наших героев есть огромное количество суперударов. Это вертушки, всевозможные броски, колобки и тому подобное. Еще, кроме кулаков у наших героев, есть арсенал холодного оружия, который надо выбивать из бочек. Ну, во-первых, это ножи, которые вы сможете втыкать в противнику. Во-вторых, молоточки, которые вы будете вбивать врагов в землю. Ну и еще много разных других. О них рассказывать не буду, сами увидите. Также из всех же бочек можно выбить яблоки, кювки мяса. Я думаю, вы догадались, для чего это. Конечно же, чтобы не кидать в противниках. Хотя, если хотите, можете швырнуть парочку. Да, кстати, забыл сказать о врагах. Их тут целые стаи, представленные в качестве добрых панков, которые не стесняются мочить вас вручную. Да, короче, не имеет смысла рассказать о всех. Их сотни. Музыка и графика, как всегда, во всех лучших традициях компании Capcom. А непрерывное действие типа нон-стоп не заставит вас ни на секунду оторваться от телевизора. Это игра для всех любителей игр от Capcom. Да и не только. Так что, калабанга! Ой, к чему это я? Дэнди! Новая реальность. Лизл Энфорсерс 2. Гонфайтеры. На очередь у нас приставка Sega и игра Лизл Энфорсерс 2. Если кто-нибудь из вас раньше мечтал побывать на Диком Заботе и выступить в роли шерифа, то теперь такая возможность есть. Ну что, постреляем? Итак, вторая часть вестерна от компании Konami. Эта часть, по-моему, получилась намного лучше, чем первая. И Лизл Энфорсерс 2 очень похожа на сонинскую версию. Разве струк графика и звуки чуть похуже. Но тут этим игра совершенно не страдает. Наоборот, все на месте. Действие происходит в далеком прошлом. Примерно в 1870 году, на Диком Западе. Вы наступаете в роли шерифа. В поселке развелось слишком много бандитов, которых надо немедленно устранить. Что вам приходится делать в течение всей игры? У вас есть всего лишь одно оружие. Это револьвер, который вам придется перезаряжать через каждые 5 секунд, потому что враги лезут почти из каждого уголка, норовясь сделать вам дырку в голове, из которой потом долго будет струиться дымок. Но точно в таком же положении может оказаться и любой бандит. В большинстве случаев так и происходит. Вам надо быть всегда очень осторонным. Ведь поселок состоит не только из преступников, хотя в основном из них, но и из людей. Вот в них-то-то и не следует попадать. Вредно. В процессе игры вы побываете во многих местах. Повыстреливаете мозги из врагов, бегая по Салвину, оставите множество дырок в теле все тех же, находясь в поезде и так далее. В игре присутствуют также боссы, которые, ой-ой-ой, какие мощные и сложные. Да и, в общем-то, и сама игра нелегкая. Короче говоря, компания Канамин постаралась сохранить этот жанр в лучших традициях Тайм-Кризиса, что очень радует. Так что можете смело брать в руке револьвер, надевать ковбойскую шляпу, значок и... Ой, кажется, еще и бронежилет. Каждое воскресенье на телеканале «Премьер» развлекательная и познавательная программа «Мир Дэнди». В ней есть все, что нужно настоящему игроку. Самые свежие компьютерные новости, всевозможные конкурсы и викторины, куча полезных секретов, ну и, конечно же, сами игры. Если вы заедлый компьютерный фанат или хотя бы увлекаетесь этим делом, то, безусловно, эта передача для вас. Итак, каждое воскресенье в 10.30, несмотря на то, что хочется спать, включаем свои телевизоры и смотрим «Мир Дэнди». Стрелялки – вещь хорошая, а хит-парад еще лучше. «Мир Дэнди» Стрелялки – вещь хорошая, а хит-парад еще лучше. Стрелялки – вещь хорошая, а хит-парад еще лучше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok К сожалению, минули те времена и мы уже играем в PlayStation На смену нашим старым любимым танчикам пришел новый танковый симулятор Steel Rain Итак, погрузимся немного в историю и перенесемся во времена не много не в мало, а в наши дни В Америке прокатился слух, что некий мультимиллионер Джонс построил где-то фабрику по производству ядерного оружия Правительство моментально решило проверить слухи и разослало по всем штатам и областям своих шпионов И вот через неделю пришли данные, что в небольшом районе наблюдается активное сконцентрирование военной техники При дальнейшем наблюдении выяснилось, что именно там и находится фабрика, но к счастью она еще не достроена Время на исходе и президент решает начать операцию стальное господство Задача операции моментальное нападение в тыл противника, резкий прорыв к фабрике и уничтожение охраны Бомбардировщики закончат все остальное Но самая неожиданность нападения заключается в том, что атаковать будет не армия, а всего-навсего один танк Но зато какой танк! Его разрабатывали в течение пяти лет, но до сего дня даже не протестировали И именно вам предстоит это сделать Итак, вперед! Вся игра разделена на гигантское количество уровней И в каждом из них вам предстоит выполнить какое-либо задание Перед началом вам доходчиво объяснят, что требуется сделать, и покажут карту А еще вам дадут выбор танк Один, но из трех И на всю игру Выберите легкий и сможете удать от всех Но пара точных выстрелов и вы уже история Выберите тяжелый, дольше проживете Но для снарядов станете стоячей мишенью Я бы посоветовал нечто среднее Так, с танками разобрались Пора вам поговорить и о другой технике Как вы поняли, под другой техникой я подразумеваю врагов Здесь им киш-мя-кишет Броневики, танки, ракетные установки, джипы Даже обычные люди взяли автоматы и побежали превращать вас в металлолом Так что гусеницами их, гусеницами Нечего тут переживать по поводу дискриминации национальных меньшинств Но с другими типами людей Теми, кто отражает безудержного страха Спрятался за толстым металлом техники Я предпочитаю разбираться другим образом Ваш танк не только круто выглядит Он еще и круто вооружен Пулеметы, бластеры, ракеты, мины И это еще только небольшая часть того Чем можно испобедить все живое Особенно мне нравятся радиоуправляемые ракеты Так как при ее запуске устанавливается вид из самой ракеты И тогда начинается настоящее шоу Кстати о видах Их целых три Сверху, сзади и внутри кабины И играть можно с любым из них Между прочим, я ведь уже говорил, что ваш танк является новым словом в мире техники И поэтому его не просто так уничтожить Сначала следует снять защитное поле А потом уже приниматься за энергию Но за это время можно превратить в руины целый город Также во время игры вы можете включить подробную карту местности Со всеми дополнительными данными и целями Предстоит побывать в пустыне, в горах, в городе и еще во многих экзотических местах После полной очистки одного из этих мест вам разрешат записаться И что мне больше всего нравится, так это то, что запоминается абсолютно все Рейтинг, данные и даже оружие и энергия оставшиеся у вас И со всем этим вы переходите в следующий уровень Особо хочется рассмотреть возможность игры вдвоем Здесь начинается настоящий твистед метал Для начала остановимся на выборе техники Танки всевозможных технологий Ракетницы, грузовики, БТРы, джипы и парочка непонятных сооружений В общем всего 12 видов Затем выбирайте одну из восьми зон и начинайте побоище Зоны правда не такие большие, как в одиночной игре Но на двоих вполне хватит А хотя нет, эта местность слишком мала для двоих Так что в живых должен остаться только один Кстати, я забыл сказать о немаловажной детали Во время езды вы сможете поворачивать башню на 360 градусов И вести огонь в любом направлении, не снижая при этом скорости Так что теперь вы защищены со всех сторон И сможете отступая стрелять назад Кто-то друг за вами побегает И напоследок можно сказать, что Steel Rain принесет много приятных часов вам и вашим друзьям А теперь традиционная рубрика Help И опять я продолжаю вас печкой с секретами для приставочки Sony Playstation На этот раз для игр Treasure of the Deep и Fighting Force Treasure of the Deep Во время игры нажмите на старт И введите следующие коды Суперскорость Вниз, Х, влево, квадрат, вверх, вверх, треугольник, треугольник Право-вправо, 0,0 R1, R2, R1, R2, R1, R2 Другой вид камеры Вниз, Х, влево, квадрат, вверх, вверх, треугольник, треугольник Право-вправо, 0,0 Треугольник, квадрат, Х, квадрат Вся карта Вниз, Х, влево, квадрат Вверх, вверх, треугольник, треугольник, право, право, 0, 0 Квадрат, Х, 0, Х, квадрат Банановый пулемет Вниз, Х, влево, квадрат Вверх, вверх, треугольник, треугольник, право, право, 0, 0 Х, вверх, треугольник, вниз И все оружие Вниз, Х, влево, квадрат Вверх, вверх, треугольник, треугольник, право, право, 0, 0 R1, 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 4 раза L1, 4 раза R2, 4 раза L2. Игра Fighting Force. На главном экране зажмите влево квадрат L1, R2. Продержите 5 секунд. Затем появится надпись Cheats. Зайдите в опции и выберите любой уровень. Все хорошее рано или поздно заканчивается. И наша передача тоже подошла к концу. Но утешает всего лишь одно, что наша встреча не последняя. Кстати, в следующее воскресенье наша передача исполняется ровно раз, два, три. Ровно три года. Так что мы с таким же нетерпением, как вы, будем ждать следующее воскресенье. Итак, до встречи через неделю, дорогие телезрители. Субтитры сделал DimaTorzok